Здравствуйте, друзья! Меня зовут Евгений Додорев. По эфире «Золотая рыбка» и в гостях у нас сегодня королева. Королева эпизода Калина Стаханова. Кстати, первый же вопрос насчет Стаханова. Я так понимаю, что ваш папа был знаком с тем самым Стахановым, который дал название движению сталинскому, стахановскому. Не родственники, земляки, да? Вы знаете, меня даже часто спрашивают, у них родственники. Ну, фамилия же. Я говорю, как всегда, из одной деревни. Они работали вместе. Папа тоже в шахтах работал. Уголек. Ну, вот выбрали герой такой. Не того Стаханова. И присвоили это. Стахановское движение придумали. Но они были знакомы, да. Ну, они же там все друг друга знают. Вот все под такое впечатление, что все работали на одного. С вами все обсуждают такой момент, что в трудовой книжке у вас есть и костюмер, и администратор, и заводел. Нет слова актриса. Это правда? Это правда. Не хотелось или не получилось? Ну, вы знаете, я вам скажу, хотелось. Так. Ну, действительно, трудовая книжка пестрит. Потому что я делал снабжение. А первое, знаете, с чего я начала? Я даже еще не закончила школу. Маме было очень трудно. Я пошла работать в МГУ на телефонную станцию. Там был такой коммутатор местный. И, как сейчас помню, вы знаете, у меня был номер два. И я все время в эти наушники, там же наушники эти одевают, в коммутатор впихивал эти самые штыречки и говорил, второй, второй. И даже первое время, когда я спала ночью, утром я просыпалась, мама говорит, Галя, ты что всю ночь кричишь, второй? Я говорю, наверное, чтобы не забыть свой номер. Вот. И в Театре Майковского работал и гримером, и кем-то кем не работал. Большая частью гримером. У нас такой потрясающий там был мастер-гример Иван Васильевич, который даже тогда, ну, его давно уже нет, это естественно, он тогда уже был пожилой, делал парик к Кобзону, накладки вот эти вот. Да, да, да. Он мастер такой был, что просто ас своего дела. А вот вы сейчас, допустим, ну, вот, когда гримируетесь перед телевизионной съемкой или перед съемкой в кино, вы гримером делаете какие-то свои замечания с профессиональной такой точки зрения, нет? Нет, никогда. Я очень доверяю. Режиссерам тоже доверяете? Всегда? Доверяю. Особенно операторам. От оператора очень много зависит, да. Очень много зависит. Среди, может быть, даже сотен ваших работ, посмотрел в Википедии, увидел, есть три клипа. Вы снимались у Гарика Сукачева в 2003 году. У Гарика Сукачева снималось «Колечко». Да. Был такой, да. И после этого клипа он меня позвал к себе сниматься вот. В одной картине я снималась, в другой я у него работала. То есть знакомство произошло именно на снимке музыкального видео? Да, да, да. А вы до того, как вас пригласил Сукачев, вы вообще знали его творчество? Вообще знала. Ну, не очень так поверхностно. Я думаю, да. Да, когда, вы знаете, потрясающе. Мы когда сняли с Гариком фильм «Праздник», вот, там же, ну, был режиссер, а, сейчас, подождите, я, он писал. Песню, музыку для фильма, вот, «Праздник», там такая песня была хорошая. И очень много хороших актеров снималось. Там и сам Гарик снимался, там и Ефремов снимался. Ну, сын Ефремов. Ну, в смысле, который Михаил? Да, Миша, Миша, да. Сейчас же еще и Никита есть. Нет, Миша, Миша. Вот, и там много неплохих актеров снималось. И сын Сукачева снимался еще мальчиком. Вот, и Балуев у нас там снимался. В общем, такой неплохой был фильм снят Сукачевым, вот, первый, в котором я снималась. Вот вы, когда по Ефремову упомянули Мишу, я о чем подумал? В советские времена актеры больше пили, чем сейчас? Да, по-моему, так же. Так же, да? Конечно. Это не меняется. Не меняется? Может быть, кино меняется, а вот эти привычки нет. А кино меняется? Кино поменялось очень сильно. В какую сторону? В худшую, я вам честно скажу. Потому что раньше было такое кино, ну, просто незабываемое, какие-то хиты. Они, фразы из этих фильмов расходились в народ. И, понимаете, незабываемое, вот, повторяется, как, ну, кино было действительно кино. А когда вас впервые, и кто назвал королевы эпизоды, вы помните? Вы знаете, народ назвал. Народ? Когда вышла моя реклама, это, масло злато. Когда начали растаскивать, пародисты пародировать немножко фразами оттуда, КВНщики взяли. И вот я поняла, что я стала звездой. Да, вот, вот, после рекламы. Бабушка, да вы на каком, мама, вы на каком масле же? Да, начали я, Ватчина. Умные все, на вас не уходи. Я поняла, что что-то произошло. А потом вот когда... Ведь эпизоды очень сложно играть. Можно эпизод проходящий так, а, ради денег. А можно в него вложить сердце, свою душу. Потому что каждый эпизод надо все-таки тоже продумать и что-то свое внести туда. Про деньги вы сказали. А если мы сравниваем, вот, опять же, советский период и нынешний период, когда у людей вашего цеха было больше денег? Ну, сейчас бывает побольше. Ну, ненамного, конечно. Ну, раньше вообще, я скажу, копейки платили. Да, но была же слава, и была возможность получать какие-то блага бесплатные, или я ошибаюсь? Нет, вы ошибаетесь. Не у всех, не всегда. Сейчас гораздо больше, значит, условий ставят. Ну, это, конечно, звезды, те актеры, которые... Адам, как правило, говорят, у нас малобюджетное кино, денег мало. Ну, я на слово знаю, вот, допустим, там, ваш возлюбленный Ролан Быков, это человек, который умел вот как-то свою славу конвертировать в разные, скажем так, преимущества по жизни, что-то получать, или это... Нет, вы знаете, он по натуре, по-моему, не такой человек был. Он творчество отдавал. Он гений. Вот что ни возьмешь, у него гениальное кино, сценарии, работа с детьми, вот, он умел с детьми работать. А сейчас, смотрите, у нас нет Быкова, нет детского кино. Его нет. Куда делось? Быкова не стало, нет детского кино. Вы хорошо о нем отзываетесь, при том, что, насколько я понимаю, он не очень красиво с вами поступил, потому что вы были в романтических отношениях, когда вы заболели, он к вам даже не пришел в больницу. Один раз за полу, то есть это не очень красиво. Ну, он, вы знаете, он встретил Леночку с Анаевой, они как-то полюбили друг друга очень. Да, вы говорили, что он был очень любвеобильным. А вы тоже любвеобильны? Ну, как вам сказать, ну... Так, скажите, как есть. Вы знаете, я так, чтобы до безумия, я не влюблялась никогда. У меня... Ни разу? Нет, нет, вот у меня не было, ну, не сложилось как-то вот так, чтобы... Хотя он мне нравился. Он, в смысле, Быков? Да, 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 творчество его. Я обожала, я у него целиком отработала на картине «Внимание черепаха». Наблюдала за его работой с детьми, и это было, конечно, феноменально, интересно очень. А вы свою первую влюбленность помните? Школьную там или, я не знаю, какую-то вот в молодости? Нет? Нет, ну, не могу, нет. Моя влюбленность всю жизнь была в кино, в театр. Я даже детские свои времена вспоминаю. У нас, когда мы после войны приехали, жили в подвале под МГУ, там, типа, бомбоубежище, и потом заселили его. Масса людей, которые вернулись после эвакуации в Москву, мы жили к огромным просто... Муравейник у нас там был. А у нас там вот этот клуб на Герцена, Герцена-1, который потом стал студенческий театр МГУ, студия «Наш дом». Там масса была потрясающих коллективов. Я туда еще... Девчонка бегала маленькая. В кружки, в хореографии там, во всякие кружочки. И я начала там уже заниматься. Меня привлекало творчество. Наверное, я не знаю, в крови, что ли, это... Все это творческое. Я вот с самого детства вовлеклась. Пыталась где-то поступить. Вера Николаевна Пашинная, у которой мама в прислугах работала там, и убиралась она, и посуду мыла. Ну, всякие такие. Ну, трудно жилось. Где подстирает, где что. А вот Вера Николаевна меня слушала. Она говорила, что у меня очень много, как она назвала, душевной теплоты. Да, с ее подачи, да, вы пошли. Вот. И она не предлагала в театральное. Потому что, во-первых, было уже поздно. Возраст уже был не тот тогда. И потом она говорила, там много блата. Всегда так было? Да, она открыто говорила, что большей частью по блату попадает. Вот. И говорит, иди в самодеятельность. Она мне рекомендовала. Потом, когда я работала в театре Маякосово, а мама работала там в костюмерном цехе, и Наташа Гундарева со мной как-то раз разговаривала, мы беседовали. И Наташенька мне говорила, что иди в самодеятельность. И я пошла, тогда очень пошли в театр Списиевцев, еще масса была вот этих студенческих народных театров. И я пошла вот на Герцена как раз, поскольку я там еще с детства бегала туда. Вот. Там как раз был главным режиссером Марк Анатольевич Сахаров. И я туда поступала, мы с подружек. Меня взяли. И он сразу попал к нему. И они, значит, он ставил по Войновичу «Хочу быть честным» спектакль. И вы знаете, они мне взяли. Он взял туда на роль. Сева Шестаков играл главную роль. А там буфичица какая-то такая, дурочка такая вот. С выбихом. Который там выражения переписывает и все такое. И я когда репетировала, Марк Анатольевич мне говорил, я не знаю, что вот тут должно быть. Она на свидание к герою к этому приходит. Я не знаю. Ищи. И я чего только не придумываю. Голову сломала. Сумочку таскала, а тут помаду вытаскивала. И вот один раз, а мне уже наши там говорили. Галь, ты знаешь это? Он уже подумает о том, чтобы тебя с ролью снять. Другую актрису. Я так запереживала. Я очень переживала за эту роль. Думаю, роль дали. А я-то не исправиться не могу. И я придумываю, знаете. Прихожу однажды на репетицию с этой же сумочкой. И вот сказал все свои слова. Вот такая у меня была хризантема, брошь такая. Ну, типа пластмасса такая, какая-то гибкая. И я как бах, вот сюда. Вот и уронил свое. И, значит, всадил эту брошь. И Сева так отыграл здорово. Он так смотрит. И такая пауза. Захар говорит, все, роль состоялась. И знаете, я поняла, что такое работать. Самой вот работать и думать. Вот я очень благодарна Марка Анатольевича Захарова за то, что он научил меня именно работать самостоятельно. И после этого мне было легко и с режиссерами, и в театре, и в кино, потому что я уже шла с заготовленным материалом и знала, как надо работать. И потом, когда этот спектакль шел, это, я когда вот брошь эту сюда, Шестаков, мы смотрели на эту брошь, и выдерживали мы эту паузу, зал ржал. Мы выдерживали, поэтому я опять дальше продолжала. Это было, конечно, здорово. А когда рожали дочь, в голове держали, что хорошо она бы тоже стала актрисой? Нет, вы знаете, дочь у меня умненькая девочка. То есть умненькая? Хотя она занималась тоже в театре народном. Но она, когда ее спрашивали вдруг, вот интервью со мной брали, ее спрашивают, а вы бы не хотели, она говорит, тут надо иметь талант от Бога, а у меня его нет. А внучка? А внучка пока еще маленькая. Она то дизайнером ей стать, то еще кем-то, она еще думает. У вас были в жизни эпизоды, о которых вы сейчас жалеете, что неправильные какие-то решения были приняты? Дайте подумать. Ну, ну, я думаю, может быть, и возникали какие-то, но я не застряла на них внимание, потому что я старалась идти по зову сердца, вот, как-то нет, я не задумывалась. То есть вы ни разу не... Не пожалела? Что, да, что пошли по этому пути в актрисе. Нет, я ни разу не пожалела. Ни разу. Бывали рули... Я до сих пор люблю работать, до сих пор считаю, что без этого... Вот у меня общение, у меня даже, знаете, болит сегодня вот тут спиночка, и я забываю об этом. То есть это как наркотик для вас? Да. Это вот какой-то стимул, вот этот разговор, вот эта работа, встреча с людьми. Вот это все дает какие-то силы. Ну, знаете, я заметил, есть актрисы и актеры, которые преображаются, когда мотор, когда работают камеры. В вашем случае, мы с вами общались до эфира, вы точно такой же человек вне камеры. То есть вы... Такое впечатление, что вы живете в кадре. Да, да, да. Так, а актриса же, она же должна быть в образе, она же должна в образ ходить, или вы всегда в образе, или никогда не в образе? Нет, ну, я вхожу, конечно, в образ. Камеры там, что-то. Я даже, знаете, вот режиссеры, они, наверное, видят, наверное, что я могу, что я не могу. Мне редко, когда подсказывают. Идут за мной. Я даже, когда вот отсниму какой-то там дубль, что я спрашиваю, а вы мне можете каким-нибудь замечательным? Нет, у тебя все нормально. Знаете, так вот. Стараюсь сделать так, что... Ну, чтобы все было нормально, чтобы почувствовали, что... А сами, когда смотрите свои работы, ну, видите, там, включаете телевизор, какой-нибудь фильм с вашим участием, видите себя. Для себя говорите, что надо было, может быть, по-другому сыграть? А, то есть вы самокритичны? Да, да. Говорю, думаю, ах ты, надо было здесь вот. А когда видите других актрис, ставите себя на их место и понимаете, что вы могли бы сыграть, может быть, лучше? Вы знаете, я почему вот дорожила мнением Веры Николаевны Пашиной, она мне так нравилась, как актриса, я обожала ее роли. Я даже вот... Мама, когда она работала, она приглашала нас на спектакли, я жутко любила ее роль в спектакле «Хозяйка низкого ории» и «Васса Железного», и «В грозе кабаниха». Я ей даже, когда приходила к ней, когда она меня слушала, сказала «Много душевной теплоты», я читала отрывок, монолог Катерины из «Грозы», почему люди не летают, как птицы. Мне кажется, иногда, что я птица. Вы знаете, мне очень хотелось, я даже иногда у Петра Асьяна была передача, «Петра Асьяна шоу», я несколько раз бывала у него, работала, и я даже на вылив какой-то сцене он меня там спрашивал, вот у меня для вас работа здесь роль, и я говорю, ну, конечно, Джульетта я не гожусь, а вот матушка Куража я могла бы, или вот это самое, «Васса Железного», «Преми порошок», я говорю, как порошок. Ой, да, использовала иногда какие-то штучки. Сейчас очень многие актрисы советские делятся с телезрителями своими воспоминаниями об унижениях, которые они испытывали со стороны режиссеров. Ну, вы, наверное, слышали про историю там и Селены Проклова, и другие. Ваше отношение к этому, надо об этом рассказывать? Или пусть все будет, как сложилось? Ну, я не знаю, у нас народ очень такой, что они начинают судить очень всякие мнения, интернеты эти появились, которых просто обольют грязью. Да. У меня даже, вот когда была моя передача, очень много было негативных всяких. Ну, может быть, надо наплевать на мнение людей, которые негативно, там, позитивно воспринимают это. Потому что сколько людей, столько мнений, если можно так сказать. Может быть, ей легче стало от того, что она сбросила с себя это. Может быть. Я ее не осуждаю за это. Значит, у нее уже накопило так, что, ну, считайте, почти с детства у нее это было. Все это. Она выплеснула. Может быть, ей стало легче. Может быть, пришло время, когда надо было это все выплеснуть и освободить свою душу от этого. Я ее не осуждаю. Не могу, конечно, под финал беседы не спросить вас про «Девчат». Это культовый совершенно фильм, в котором вы мелькнули, скажем так. «Девчат» — это действительно культовый фильм, который до сих пор очень часто показывают. Я попала туда не случайно. Я когда-то ходила в массовку подрабатывать, еще была молодая. Я, поскольку работала в театре Маяковского, я знала Лесенку Овчинникову. И, значит, когда начали съемки, я попала туда, вот, стала сниматься в массовку. У нас каждый день мы ходили как на работу. И не все это знают, но за Мосфильмом есть Овраг, в котором был построен для девчат целый вот этот поселок, городок. Овраг это до сих пор существует, я туда как-то подъезжала. И мы там снимали месяц, даже больше. Нас отобрали, и мы как на работу вот ходили. Там снимался и клуб, там снималась и школа, там снимался на завалинке финальной сцены, где это самое, значит, герой с героиней сидят, целуются. Носы мешают. Вот. Там проходы все эти, старый клён, вот это все. Мы каждый день все это наблюдали. Все эти актеры вокруг нас, все это крутилось. И, вы знаете, не все знают, все считают, что даже сами актеры, которые до сих пор еще, вот Крыченков, например, они считают, что это все снималось в Сибири. Ну, что это снималось в Сибири ведь? Снималось только лесозаготовки, вот вырубки, вот это вот все, натура. А все остальное вот снималось именно строительство, вот это вот, в овраге. И узкоколейка даже под Москвой снимала, где паровоз. Ой, батюшка, я опоздал. Вот видите, вы помните. Да, я помню, это память осталась, потому что, представляете, кусок такой в жизни, наблюдать за потрясающими актерами, которые перед тобой в кадре работали. Это просто, это сказка, это большой опыт. Это очень здорово. У нас к вопросу о сказке есть сказочная золотая рыбка, которую зовут дядя Володя. Я вас попрошу, чтобы вы какое-нибудь желание дяде Володе озвучили. Да? Рыбка, давай плыви ко мне маленьким. дядя Володя, золотая рыбка, очень тебя прошу, пошли мне, моей семье, дочи, сыночкой, большого, хорошего здоровья. И почаще встречать прекрасных людей, которые я за всю свою жизнь встречала немало. спасибо тебе, золотая рыбка, если ты исполнишь хоть одно из моих желаний. Сказал прекрасный человек Галина Стаханова. Спасибо вам большое. Спасибо. 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 Продолжение следует...